Добрый день, уважаемые зрители нашего портала. Мы находимся в городе Севастополе. Сегодня 10 мая, после праздника. Со мной рядом стоит Александр Жильцов. Владелица показываю вот этого прекрасного магазина. И такого большого-большого. Вот если его сделать такую панораму, и где он находится, сразу показываю в торговом центре. Проходимся. Светлый, красивый. Ну и магазин, естественно. Александр, представляю вас нашим зрителям. Рассказывайте. Магазин Диавал. Наш магазин Диавалинджерин. Почему такое название? Изначально магазин назывался Диавалинджерин. В силу того, что большинство обывателей не могут просто извести и понимать, что такое, что означает слово Диавалинджерин, нам пришлось добавить три маленьких видов. Е, В, А. Елена, Владимир и Александра. Это три человека, которые были основателями этого магазина. В далеком 93-м году, когда только-только, ну, уже больше 22 года будет в этом году, как мы работаем с бельем, домашней одеждой. С корсинкой мы работаем чуть меньше, лет 12, наверное. Ну, фама была продолжительная время. Это домашняя одежда. Поэтому из магазина Лиджерин мы превратились в Ева Лиджерин. Покажите талисман. Надо показать нашим жителям талисман. Да, кроме того, у нашего магазина есть талисман. Зовут ее Ева. Родилась она в Австрии. В компании Палмарс. Она подарила нам компанией Палмарс за успешную работу с их торговой маркой. И давайте посмотрим нашу Еву. А 7 лет назад, в будущем в Инсбурге, я видел этот манекен в этом магазине Палмарс. Мы обратили на него внимание ночью. Шлюк был подсвечен. Оказывается, вот куда он перекочевал. Нет, нам это было поражено гораздо раньше. А значит, там дублер, дочка. Дочка была. Возможно. Этой Евы. Вот, посмотрите. Привлекает внимание всех мужчин и женщин, которые... Женщин даже больше. На фоне этой Евы фотографируются. Это такой определенный талисман наш и, скажем, достопримечательность нашего торгового центра. Потому что уже бы тут даже в городе такая фраза «Этот магазин с красивым манекеном». Вот как узнаем. Ну, надо сказать, что магазин лучше в городе. Не будем заострять внимание на некоторых недостатках, потому что в силу обстоятельств пришлось из нескольких магазинов в этот магазин весь ассортимент, да? Да, практически несколько форматов. Потому что в связи с кризисом затянувшимся в Украине, потом крымской весной, пришлось сокращать количество магазинов, делать один большой формат сложных, скажем, достаточно в управлении. Это средние бренды и бренды люксовых. И каким-то образом сейчас они совмещают. Но на сегодняшний день пока что удается. Ждем изменений и культурных магазинов. Изменения, конечно же, будут. И форматы будут четко разделены. Разделены, разделены. Это все перспектива. О чем мы будем рассказывать? Мы так работали раньше, но на сегодняшний момент это способ удержаться на ренде и, соответственно, время пересидеть. Кризисное время. И... Задел на будущее. Показывайте, что здесь. Это магазин, отдел женского белья и домашней одежды. Начинаем экскурсию с... Колготочной группы. Чулочно-насочной группы. Вот. У нас ассортимент представлен не как сопутствующий товар, как отдельная группа товара. Ну, скажем так, в Крыму сезон колгот и насочно-чулочной продукции весьма короткий. Вот. Он очень поздно начинается и очень рано заканчивается. В отличие от других регионов. Ну, мы поддерживаем полностью ассортимент так нескольких торговых марок. Очень масштабно работали с фирмой «Жерб». Марка «Жерб» французская. Это, скажем так, колготки уровня класса «Люкс». Вот. «Транспаренс» и «Мюра». «Мюра» сейчас представлена уже в... как-то так, ассортименте. Сильно масштабно работаем с... маркой «Транспаренс». Как фэйшн линиями, так и базовыми. Здесь начинаются стойки. На сезон мы меняем экспозицию. В приоритете больше пляжная одежда и аксессуары к ним. в этом зале представлены «Блю Маринь», «Жесью», «Лишармель», «Аббат». это «Лишармель». 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 «Дальше что?» «Дальше идет абсолютно новая для нашего рынка «Грандмит». Знакомая всем Виктория, оказываем знакомую всем марку «Лэйте». Очень полюбившемуся нашему потребителю. Очень хорошо продается и нравится нашим клиентам, достаточно привереденным, которые любят избалованы высокими брендами. С удовольствием покупают торговую марку и самое приятное, что мы рассказываем, что это российское производство наше, российское. Еще больше радости это доставляет, цена, качество. Люди радуют. Когда достигают усилия такого уровня, всегда приятно. Всегда приятно. Здесь у нас карситория, формовочка. у нас представлены Вампер Брам, Ли Жаби, Ферина, Ли Шармель, Аббат, Шантель Томас, Роберто Ковалли, Роберто Ковалли и Валысы. Показываем. Если вдруг потолок попал в нам кадр, а он такой тут, отсутствие потолка, это, нет, показывать-то можно, объяснять надо, что это по требованиям этого торгового центра, здесь есть определенные моменты, которые не позволяют сделать красивый потолок, который бы этот магазин довел бы такого уровня. Мне предлагали поставить грильяту на такую площадь, и приезжали мастера, сказали, что грильяту поставили, здесь не для нас, они не могут извиняться. Виктория, показываем зону рецепшн, как она организована у вас, с цветами, с сумочками, и Ева в полную красу. Талисман. Сегодняшний день у нас невеста, весна. Вы ее переодеваете часто? Да. Нудная девушка. Албат. Посмотрим еще на корзиночки красивые, с распродажным товаром. Любят у вас купаться? Копаться. Очень. Очень любят. А вот здесь яблоки я вижу. Это что? Это пакетики с яблочками, у нас талисман Ева. Яблочко. Да, ассоциируется с яблоками. Соблазненная. Адама соблазнивает. Теория, да, у нас территория соблазна, скажем так. Понятно. И ценники, естественно. Она соблазна, скидка яблоков. Яблоков змеи не видно, но ничего. Изкусители. Изкусители, да. Ну зачем нам змеи? Скидку, как правило, мы не делаем. В настоящий момент мы переходим на российскую систему учета. И корректировка цены. Мы не стали, скажем так, переделывать ценники в очередной раз. Сейчас корректируем цену за счет скидки. То есть это не политика компании скидки делать? Это корректировка цены? И политика нашей компании как раз таки скидки не самое любимое занятие. У нас бонусная система накопительная для клиентов постоянных. Она очень хорошо прижилась и, скажем так, позволяет как нам, так и нашим клиентам поддерживать отношения взаимовыгодные. Клиенту всегда приятно прийти, получить свой бонус, рассчитаться им. У нас всегда приятно сохранить деньги. Конечно. и доброе отношение наших клиентов. Ну и цены, я смотрю, бюсты от полутора тысяч до двух с половиной. Да, это уже прошлые коллекции, поэтому мы стараемся не изменять цены старых коллекций. Ну, а нашим покупателям себя приятно их покупать по таким ценам. Вот, смотрите, стоечка с Джули Мексом, разные приятные аксессуары, штучки мелкие, которые покупают же, наверное, да? Конечно. Стоят недорого и какие-то дополнительные возможности появятся. Покупателей когда больше всего? В вечернее время. Когда работа и векло? Ну, в основном да, потому что здесь в нашем торговом центре два якорных арендатора. Это супермаркет торговая сеть Сильпо, это украинская сеть продовольственная и Литуаль. Литуаль всегда радует своих покупателями какими-то акциями, соответственно, приезжают к ним, приезжают к нам. Но в основном, скажем так, клиенты в весенний период, это вечернее время, летний это с утра. Понятно. приезжие или местные жители? Кто костяк? Ну, скажем так, костяк все равно это, конечно, местные жители. В летний период добавляются туристы, приезжие, с удовольствием тратят деньги, сравнивают цены. у нас свой формат обслуживания этих клиентов. нас любят, знают много лет, к нам приезжают, нас помнят, это очень приятно. Надо добавить, что население 450 тысяч где-то, да, города? Ну, официально, официально, да. Вот, ну, сейчас оно расширяется, но надеемся, что будут какие-то изменения положительные. Хорошо, давайте с женским отделом здесь завершим и не выключаясь перейдем в мужской. Мы так их развелили. Да, у нас... Мы сделали золотой Ну, не сделали. Золотой ключик. У нас не путаются до сих пор где у вас кто-то еще не может ушечь. Будет туда витрина там. Почему у вас витрина там? А здесь веба плюс мадам. Да, мы так и есть. Веба просто да. Ну вот показываем теперь мужской строгом стиле. Мужской отдел. Значит, ну, начнем, наверное, с марок люксовых. Это ОМ другая марка. Очень любимый у нас. Скажем так, мы с ней работаем уже больше десяти лет. Ну, естественно, компания ЛАЙТЕ. Куда без нее? С таким гербом. И в шелках. И в шелках, да. Для мужчин, конечно. Еще и велюр. Все прекрасно. Со стразами главное. Для мужчин, для настоящих. Ну, такие марки вокруг. ОМ Дим. ОМ Дим. Демюшка Хабар. Да, Дольче Габана. Новая для нас марка это ЖК. Мы с ней работать начали буквально несколько месяцев. Сейчас выращиваем ассортимент, после чего хотим заказать у них их фирменное оборудование и уже после этого будет реконструкция мужского отдела. Сюда заходят больше мужчины или женщины, которые покупают для мужчин? Вы знаете, очень трудно сказать, потому что у нас, когда мы разделили форматы, когда магазин был вместе и мужской, была женская, все мы покупали женщины, то сейчас появились мужчины, которые с большим удовольствием знают, что здесь есть магазин своего белья мужского. И не об этом классно, что вы так сделали. На самом деле формат магазина сложный, почему, потому что требует ассортимент очень большого, потому что, несмотря на то, что вводят мушку мужчину, трусики, носочки и футболочка маечка, оказывается, в маечках сколько нюансов. Кто-то любит по свободному, кто-то любит фруйму так, кто-то так, калорийму так, а ткани. И тут начинается, оказывается, у нас маленький ассортимент. И мы начинаем его увеличивать, потому что, когда начинаешь увеличивать, нужно не только люксовую часть увеличивать, но и бренды среднего уровня. вводим новые бренды для нас и одна из них это Жакей. Очень понравилась Жакей наша мужчина. Это линия 3D. Это же называется 3D? Линия 3D на вещь. Смотрите, у него здесь замечательное качество. Хлопов, да. Широкая резинка. Ну, майки не с вами заказывают. То есть, при том, что цена, скажем, выше-средней, мускошень, 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 майка 2,5 тысячи. Не дешево. Не дешево. Но при этом, скажем так, очень нравится и мужчины возвращаются и, ну, на этом же уровне они покупают. и он покупает и закипит. Конечно, если женщина покупает себе купальник, затем давайте не завесить, почему не закипит. О, повторяю. Здесь о, слоэте мужской ассортимент. Очень хорошо продается, очень боролся с нашим мужчинам. Как мы решили слоэте, мы работали с Пьер Корзин мужское белье и там была замечательная модальная модельная девочка только эта самая модальная линия модал она очень хорошо продавалась но заменили ее ой а здесь состав здесь модал где-то с печатом должен быть вот она состав стопроцентная вискоза тоже хорошо очень приятная на ощупь вискоза 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 а у нас обычно мужское белое черное белое черное а тут разбавили бирюзой нравится пляжная одежда мужская шисто был на банане олах бенз орида пляжная сортининг женская здесь женская потому что здесь у нас прошлой коллекции прошлых сезонов покупальникам и распродажи мы совместили с мужским ассортиментом это прошлой коллекции еще мы получали при Украине у нас жизнь разделилась до Украины и после Украины понятно ну что еще здесь интересного можно сказать про мужской отдел домашней одежды там мы смотрели среднего уровня домашней одежды здесь высоков уровня здесь более средние бренды здесь опять же лаэте у них и такая и такая есть линия более дорогая более дорогая более экономичная грингалор у вас кстати майки по 400 рублей есть то есть у нас мы стараемся поддерживать ассортимент как мы работаем в торговом центре на разного потребителя есть уголок для мужчин с возможностями выше есть скажем так для мужчин с возможностями средние средние видят к чему можно стремиться накопим денег и купим кто-то еще абсолютно верно иногда даже стоят замешательстве и думают а не купить ли в себя по балу так вот изменим жестичку правильно пусть покупают показывают супруге а супруга скажет а раз ты купил за 2,5 тысячи я пойду за 10 в прошлом году был очень интересный случай пришел мужчина с женой явно одевающая трусики мужские свободных копок и вот он приходит и говорит девочки я вот у вас покупала у нас был день я хочу себе еще а цена у них там выше 2 тысячи около 2 тысячи и она ему говорит у меня нету больше денег я все ну все больше нет у нас осталось доехал и вот он ходил и говорит ну купи мне трусы ну купи конючим я знаю у тебя в заначке есть как ребенок ну правда не докослась он говорит девчонки я все равно к вам люблюсь и через час он пришел счастливый жена ему выдала сколько там 2 тысячи и он купил себе счастье было но я потерю другого на свобочке оказывается эмоциональные покупки присущие и мужчин обязательно да точно так же мужчины снимают скажем так шопингом какие-то стрессы и приходят к нам магазин подбирают себе белье и что каждый замечали что что он я пришел компотиться он себе под этой сцене какие хорошие у вас мужчины у вас и пуфики такие вот в этом стиле сделаны мужском мужском да а еще можно показать примерочные там примерка нельзя там мужчины примеряются ну что заходят заходят люди давайте так у нас интервью все равно экспресс короткая все что мы не сказали здесь мы скажем интервью которое будет в журнале там развернутое большое интервью поэтому и смотрите нас и читайте спасибо большое Александра спасибо вам что вы к нам приехали до встречи на форуме на журнале да на форуме тоже обязательно потому что Александр там активный читатель и начал уже писать поэтому будет и активный писатель спасибо вам